Сегодня внимание мировой общественности было приковано к саммиту сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел в столице Азербайджана Баку. На своей площадке он собрал лидеров Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. Последнее изъявило желание войти в Совет в прошлом году на Иссыкуле. Общие корни, согласованная политика и дальнейшее видение партнерства в различных областях сотрудничества. Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве со странами Тюркского совета в сфере IT-технологий и развития зеленой экономики, подчеркнул президент Саурумбайджейнбеков на полях саммита, заявив при этом, что необходимо повышать потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами совета. О чем еще говорили лидеры государства и к какому мнению пришли президенты, расскажет Джибек Шаршенбеева. Кыргызстан, Казахстан, Турция и Азербайджан. Одним словом, так называемая «Тюркская четверка» собралась на заседании сотрудничества тюркоязычных государств. В этом году ее география расширилась, так как в ее состав вошел Узбекистан. Таким образом, четверка стала «Тюркской пятеркой». Это поистине дружественная встреча лидеров тюркского сотрудничества. Так эти страны объединяют не только теплые отношения, но и схожество культур, истории и обычаев. В этот раз лидеры этих государств встретились в Баку. На саммите сотрудничества Сорумба Джейнбеков заявил, что Кыргызстан всегда открыт для партнеров из тюркских стран. Он выразил заинтересованность в развитии предпринимательства с партнерами из Азербайджана и Венгрии, сообщив при этом, что в Кыргызстане успешно работают предприятия из Турции, Казахстана и Узбекистана. Наш глава государства предложил тесное сотрудничество с ними в IT-сфере. Предлагаю тесное сотрудничество между странами Тюркского совета в сфере IT-технологий и развития зеленой экономики. Кыргызстан всегда открыт для партнеров из тюркских стран. На сегодняшний день в Кыргызстане работает множество совместных предприятий с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном. Мы заинтересованы в развитии предпринимательства с партнерами из Азербайджана и Венгрии. Вместе с этим он провел итоги председательства Кыргызстана в этом авторитетном совете. Президент констатировал тот факт, что с момента создания Тюркского совета было проведено 55 мероприятий, 15 из них прошли в период председательства Кыргызстана. Он выразил уверенность в том, что с расширением организации будет развиваться многостороннее сотрудничество и взаимосвязи между тюркоязычными народами. Кыргызская сторона провела плодотворную работу с арабскими странами по преданию Тюркскому совету статуса наблюдателя в организации исламского сотрудничества. Теперь работу в данном направлении должен продолжить секретарь от организации. Кроме этого, город Ож Кыргызской республики объявлен культурной столицей Тюркского мира. В рамках этой инициативы проведены такие международные мероприятия, как этнокультурный фестиваль Тюркского мира «Древний Ож Центр цивилизации». Выражаю благодарность главам всех государств-членов ССТГ за оказание всестороннего содействия в реализации этих важных дел за период председательства Кыргызстана. «Мы должны в полной мере использовать общие экономические возможности. Кыргызстан в этом направлении успешно работает по расширению транспортных коридоров, строительству энергетических объектов в сфере лёгкой промышленности и переработке сельхозпродукции», отметил наш глава государства. «Мы должны в полной мере использовать общие экономические возможности. Карагастан в этом направлении успешно работает. В это же время расширяет связи в сферах логистики, транспорта, туризма и инновационных технологий». Напомним, что последняя встреча лидеров стран-участниц данной организации прошла в прошлом году в Чулпанате. Тогда Сорумбай Джейенбеков заявил, что он придает особое значение строительству железной дороги Кыргызстан-Китай-Узбекистан. «Хотелось бы выделить то, что Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета, также Венгрия приняла статус наблюдателя. Мы вместе создали совместную торгово-промышленную палату и в этом году мы открыли её секретариат в Стамбуле. Более того, активная работа с арабскими государствами Кыргызстан провел по присоединению Тюркского совета в наблюдатели Организации исламского сотрудничества». «Мы приложим все усилия для укрепления сотрудничества», – сказал президент принимающей стороны Ильхам Алиев, заявляя при этом, что наши общие корни – основа для сотрудничества. «Исторически наши страны на великом шёлковом пути, поэтому естественно, что мы сотрудничаем в транспортной сфере. Будучи надёжной транзитной страной, мы продолжаем усилия для выхода на тюркоязычные рынки. Совет прошёл большой путь развития. Это играет важную роль в развитии туризма, культуры и экономики наших стран». На седьмом саммите Ильхам Алиев вручил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его вклад в этот совет высший орден тюркского мира. По итогам седьмого саммита было подписано несколько совместных документов. Ну а обсуждение по новым инициативам будет проходить до следующего заседания ССТГ. Также стало известно, что лидеры стран-участниц соберутся на следующее заседание в 2020 году.